Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим, как создавать бесшовные принты. Что такое бесшовный принт? Это тот же самый рапортный принт, у которого достаточно сложно глазами выделить рапорт. Соответственно, много элементов, которые располагаются таким образом, что рапорт не читается сразу. Будем работать в программе Adobe Illustrator. И я покажу функцию Pattern Generator или создание узоров. Она есть в версиях выше CS6. То есть CS6 и выше уже есть. Если вы вдруг работаете на иллюстраторе CS5, то у вас этой функции не будет. Я нарисовала набор векторных элементов. Он может быть самый-самый разнообразный. Можно даже из растровых собирать при желании. Но поскольку мы работаем в Adobe Illustrator, у меня вот наборчик векторных элементов. И сейчас из них мы с вами создадим авторский бесшовный принт. Что мы будем делать? Первонаперво мы возьмем и создадим монтажную область, на которой мы будем формировать наш рапорт. Соответственно, монтажная область у нас будет создаваться либо прямоугольником, либо квадратом. В зависимости от того, какая вам нужна. В панели монтажной области мы можем задать любой размер, который нам нужен. Соответственно, это очень удобно. Если вы хотите, например, четкий рапорт, грубо говоря, 180 на 180 миллиметров, то вы можете четко его задать и под него планировать. Соответственно, на этом кусочке я сейчас приблизительно составлю композицию того, как бы мне хотелось видеть мой принт. Беру листочек, начинаю его размещать, вращать. Какие-то элементы можно дублировать, если того требует задумка. То есть на этом кусочке у нас происходит размещение наших с вами элементов. Они могут выходить за край, и именно это нам даст вот это вот ощущение бесшовности. У меня здесь растительные мотивы, то есть какие-то веточки, палочки, листочки, цветочки. Они уже выполнены в одной цветовой гамме, что достаточно удобно и даст большую гармонию принту. Соответственно, я их определенным образом здесь размещу. То есть вот это вот уже будет, по сути, принт. Я их здесь размещаю. Могу какие-то элементы вращать, задваивать, уменьшать, подстраивать их под то, что мне требуется. Соответственно, что здесь нужно понимать, это приходит с опытом. Для того, чтобы было создание и ощущение именно бесшовности, желательно, чтобы элементы распределялись максимально равномерно. Но, еще раз говорю, это придет со временем, с опытом, после того, как вы создадите энное количество принтов, то вы уже сможете это понимать, это просчитывать и создавать принты. При этом не нужно расстраиваться, если не получилось с первой попытки. Вы всегда сможете это подкорректировать и как-то вывести в другое русло. Здесь у меня есть достаточно яркий элемент, этот цветок. И все равно за счет этого цветка будет как-то рапорт все-таки читаться. То есть совсем вот так, чтобы было непонятно, как он повторяется, не будет. Тогда нужно просто еще больше элементов встраивать. И, соответственно, уже будет больше размываться ощущение рапорта. Вот таким образом я собрала. Сейчас вот оно выглядит немножко странно. При этом, смотрите, видите, здесь торчит немножечко, здесь торчит немножко. Можно вот эту часть тоже сейчас поправить, чтобы она больше торчала вот сюда. Она сразу будет тогда убирать мне вот то пространство, которое у меня там осталось. Могу ее сдублировать. Вот давайте вот такой принт. Мы попробуем сейчас создать из него узор. Я выделяю все элементы, которые есть. Перехожу в объект, в верхнее меню узор и создать. Это автоматическая функция Pattern Generator. Окей, говорим, у вас создан новый узор. И у меня уже помещена вот эта параметра узора, табличка в правую зону. У вас она просто вылезет где-то по центру, и вы сможете ее настраивать. Что здесь можно настроить? Во-первых, сетка. Как у нас будет располагаться? Соответственно, если мы выберем кирпич, кирпич со столбцами, то шестиугольник, на мой взгляд, максимально дает возможность нам разобраться и сделать более динамическую картинку. Если мы нажмем вот сюда, называется инструмент элементы узора, то мы сможем с вами корректировать область рапорта. То есть рапорт у нас получается вот таким шестиугольником, и мы его можем корректировать. Смотрите, видите, создается вот это ощущение безшовности. То есть когда у меня постоянно повторяющийся узор, и если не нужно, я могу его еще подтянуть, подтянуть, здесь подтянуть, а здесь друг на друга его еще убрать. Если взять инструмент выделения, то мы сможем с вами даже внутри этого принта дополнительно что-то подвигать, если мы понимаем, что элементы находятся не там, где нам хотелось бы. То есть это тоже очень удобно. Вы уже вошли внутрь, вы уже его редактируете, и в рамках этого редактирования вы можете дополнительно что-то видоизменять, уже в виде, как он будет рапортоваться. Вот здесь есть настройка рапортования, сколько копий вы видите, как вы их видите, как будет осуществляться наложение, будет ли затемнение. Вот эту вот настройку можете подергать, например, я хочу видеть 5 на 7 копий, и у меня сейчас увеличится их количество. Но если вам это нужно, у меня всегда 3 на 3, базовой вот этой настройки более чем хватает. Опять перечелкнула сюда, сейчас еще раз подстрою. Можно делать его более густой, насыщенной элементами, можно наоборот делать, чтобы было расстояние между элементами. Это уже в зависимости от того, как вам больше оно нравится под ваш вкус, под ваш стиль, под вашу задачу. Видите, сразу видно, как накладываются элементы. Соответственно, можно это все корректировать. Можем поменять местами, что это пойдет сюда, это пойдет сюда. То есть вы прям полностью с этим рапортом играетесь, и сразу видите, как он у вас зарапортуется. В тот момент, когда вы понимаете, что вас устраивает, что у вас произошло, вы говорите, либо готовый у вас сохранится тот оригинальный ваш рапорт, либо сохранить копию. Но можете его назвать так, как вам нужно. И он у вас появится в палитре образцы. Я здесь говорю, готово. То, что мы закончили сработать с Pattern Generator. Конечно, у нас сейчас переигралась композиция относительно того, что здесь было. Но вот он наш узор. Смотрите. И это вот то как раз ощущение, когда у него непонятно, где начало, где конец. Хотя вот этот цветок нам выдает. То есть если мы сейчас этот цветок, например, уберем, здесь можно создать копию. Давайте попробуем. Видите, у меня ругается на меня компьютер, и это нормально с его стороны, потому что достаточно тяжелый элемент, и его нужно многократно повторить, поэтому ему тяжело. Я могу взять, выбрать мой принт. Вот он он, видите, помечен. Новый узор. Я его не назвала никак, но вы можете назвать. Войти в него двойным кликом и опять продолжить редактирование. Например, я бы хотела, чтобы вот этого цветочка не было, а оставить только вот так. Как пример того, что мы можем сделать. Вот, у меня все устроило. Сохранить копию, дополнительный узор сохраняю. Вот, он у меня тоже появился в палитре, и нажимаю «Готово». Так, залью предыдущим вариантом и, соответственно, новым вариантом. Вот, смотрите, как бы сразу два узора у меня получилось, с ними можно работать. Можно еще добавить фон. Я сейчас фон не добавляла. Мы с вами можем посмотреть. Добавлю сейчас его простым способом. и просто под низ положу прямоугольничек. Монтаж на задний план. И, например, смотрите, вот оно будет вот так смотреться на белом фоне. Один и второй принт вот так будут смотреться на белом фоне. Вот так вот они смотрятся у нас на сером. То есть у меня оригинальный фон – это серый. Можно еще добавить, например, какой-нибудь бежевый или темно-бордовый фон. Посмотреть, как это будет смотреться. Соответственно, вот буквально за небольшое время уже создано достаточно интересное количество принтов. Вот я черный могу посмотреть, да, на классическом таком можно добавить. Вот градиент лучше не добавлять, иначе он у вас рапортоваться будет плохо. Давайте мы сейчас подберем просто красивый, либо бордовый, либо розовый цвет. Вот, чтобы его было, можно вот такой вот какой-то подобрать. Вот розовый вариант, например, тоже очень неплохо смотрится, да, или черный. Здесь это уже стилевые предпочтения, я показываю на технику, но вот таким образом можно его поменять. Потом можно поменять масштаб принта, можно изменить, соответственно, его направление. Ну, общее ощущение так называемой бесшовности принта, оно присутствует. Хотя все равно, видите, зона повтора, она есть, естественно. Но мы ее будем смотреть, она будет такая вот кривая, да, ромбом. И иллюстратор, он сразу позволяет нам не просто квадратом его повторять, там в ромб уводить, в кирпичик, это дает тоже большую динамику и большую бесшовность. Обязательно попробуйте этот способ, он очень интересный, очень затягивающий. И как я вам показывала в предыдущем видео, можете его посмотреть, когда у нас с вами просто изменяется фон и направление одного элемента, а если мы имеем с вами 5 элементов еще и разного цвета, еще и можем их перекрашивать, то ваша фантазия практически не ограничена. Пробуйте, делитесь с вами впечатлениями. Если вам понравилось видео, не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Если появились вопросы, задавайте их в комментариях, я буду рада на них ответить. До скорых встреч, пока-пока!